Друзья, всем привет! С вами Леся. У нас уже конец недели, пятница, ну почти суббота и время пустых баночек, но у меня настолько их мало закончилось, что я уже думала на этой неделе не снимать, но все же решила не отступать от традиции и показать то, что есть. Начнем, наверное, со средств для волос и у меня закончилась вот такая вот серия Роза Болгарии. Кстати, у меня из этой серии также закончился крем для рук. Это марка Biofresh серия Роза Болгарии. У меня еще есть гель, но гель я не использую, поэтому покажу данные три продукта. Что хочу сказать, если вы обожаете аромат розы, это вот прям вам, потому что здесь настоящий аромат болгарской розы, вот знаете, такой распустившейся чайной розы, не вот этой вот, которую продают для букетов, не декоративная, именно вот такой, знаете, там, где такие вот цветки огромные, маханатые такие вот, ну прям вот, не знаю, как вам описать, это настолько настоящий аромат, настолько он просто вот, вы закрываете глаза и такое впечатление, что вы вот прям вот возле куста розы. Потрясающий, потрясающий аромат, также очень хорошие продукты. И, честно говоря, я уже эту серию покупала, ну, не помню, не помню, гель покупала, еще что-то. Ну, давайте, что хочу сказать. Первое, что мне приходит на ум, это то, что я просто получала бешеное удовольствие от использования. Это самый главный плюс. Значит, давайте пробежимся по каждому продукту. Шампунь для волос. Он просто был очень классный, он хорошо промывал волосы, он хорошо очищал их, но при этом, не, знаете, они в комок такой вот соломенный не превращались. И при этом он был такой, знаете, густой, и у него был вот пастельно-розовый аромат, пастельно-розовый оттенок, ну, очень красиво было им пользоваться, настолько вот прям эстетично. Классный шампунь, бальзам, он, ну, обычный бальзам, в принципе, среднестатистический, как для моих волос, ну, нормальный, обычный. Я повторю, что у меня волосы, то, что они окрашены, это ладно, то, что они кудрявые, они непослушные, они очень пышные, поэтому, ну, вот, прям подыскать идеальный продукт, ну, просто никак для меня. Нормально, можно пользоваться для разнообразия. Понравилось. Также мне понравился крем для рук, но я им пользовалась как кремом для ног. Объясню, почему. Не потому, что он плохой, просто потому, что это аромат розы, он очень такой насыщенный. А мой муж очень любит запах розы в косметике. Если я там зашла в душ, там голову помыла, это все смылось и забылось, то, понимаете, руки, они будут очень пахнуть. Я постоянно с мужем контактирую, он работает дома, удаленно. И если я ему там приношу чай, кушать там или еще что-то, постоянно вот эти вот руки будут перед ним мелькать, я знаю, что ему будет просто это безумно неприятно. Поэтому я измазала этот крем на ножки, и все. Вот так вот получилось. Далее у меня два геля для душа. Закончился у меня гель для душа от Isana. Лимон лайм. Что могу сказать? Этот гель для душа, он по качеству неплохой. Он, кстати, был прозрачный. Я боялась, что он будет кремовый. Я очень люблю прозрачные продукты для очищения, и не люблю вот кремовые. И он был прозрачный. Он действительно имел аромат лимона и лайма, но скорее вот, знаете, гипертрофированный какой-то вот, может быть, и лимон, и лайм, и леденцы, и такие какие-то, ну, что-то такое. Даже фруктовые риски я когда-то такие ела. Неплохой гель, по качеству претензий нет, аромат, в принципе, такой же, как и заявляет производитель, но это на один раз. То есть нет ничего в нем такого, чтобы я повторно захотела купить. А уж тем более у нас в Москве, как бы, они не продаются. Ну, было интересно попробовать, в принципе, почему бы и нет. Следующее, что мне закончилось, это прям вообще мне не понравилось, это гель для душа апельсин от Вкусвила. Что могу сказать, очень мне понравилась баночка, когда я приобретала, прям, ну, безумно круто это смотрится, такая вот она, бирюзовая, классная. И вообще форма, как гель для душа, он прозрачный, у меня, как бы, к нему тоже претензий нет, у меня не сохла кожа, все нормально было. Но мне не понравился аромат. Он ужасно химический и ужасно отвратительный. Вот, знаете, иногда я смотрю каких-то девчонок, и они говорят, вау, этот гель так классно пах фантой, или вау, он так классно пах мериндой. И я думаю, боже, девчонки, вы что, серьезно, вам кажется, это ароматы прикольные? Они химические, они противные, они настолько ужасные, я даже не представляю, как люди такое пьют. Я в детстве попробовала и фантую меринду, мне вот на всю жизнь хватило. Запах вот прям такой, химозный, противный, с горчинкой, вот, бе, не знаю, я с трудом им допользовалась, ну, конечно, покупать бы не стала, потому что, вот, ну, пахнет мерзко. Пахнет мерзко, и, кстати, девчонки, такое знаете, отступление, у нас не бывает дома в покупках там всяких фанток, кока-колу, и там подобных шипучек, как их еще назвать. Если мы и покупаем, то мы покупаем лимонад, типа, Барбарис, Надя Буратина, вот что такое, не потому что я там строгий цербер, потому что это никому не нравится. У меня ребенок вообще кроме воды ничего не пьет, и жидкости, потому что нам это невкусно, я не знаю, кому, может быть, это вкусно и приятно по запаху, честно, я не могу себе такое представить. Следующее, что у меня не закончилось, но я выбрасываю, смотрите, вот сколько осталось, то есть меньше половины, да, это Спортстик Театри Олл. В коробочке Лук Фантастик попадалась такая вот мазюкалочка, если у вас высыпание, да, локально наносить на какой-то там прыщичек, воспаление, также можно использовать на укусы насекомых, комаров и так далее. Кстати, неплохая вещица, у меня было даже такое вот происшествие, мы же раньше жили в другом районе, и здесь как-то вот сейчас больше цивилизации, я говорю, наконец-то я чувствую, что я живу в Москве, потому что мне казалось, что раньше я живу, что я раньше и из Херсона не выезжала, то есть мы жили в таком спальном районе раньше, и он, ну, там много, Исмайловский парк был, ну, не рядом, но не так далеко, и вообще всякие там вот больше лесопосадок, всяких таких скверов, и, естественно, мошкары там много, и у меня как-то там вот, ну, мы гуляли, ходили там, и меня укусило что-то, у меня была очень сильная какая-то реакция, у меня все жгло, у меня волдыри пошли на этом месте вокруг, я даже не знала, что это, меня так укусило, это уже обнаружило последствия дома, я вот мазала два дня вот этим средством, девочки, оно меня спасло, оно меня спасло, все это прекратилось, все эти воспаления, какие-то такие волдыри, они высохли, то есть действительно классная вещь, но, к сожалению, я выбрасываю, вот, я думаю, вам видно сейчас, потому что, смотрите, там вот всякая уже гадость, ну, понятно, здесь вот такой вот ролик, который соприкасается с кожей, и просто частички вот кожи, не знаю, частички пыли туда попадают, и вот такая вот уже билиберда получилась, естественно, этим уже не генично пользуются, но, в принципе, штучка неплохая. Далее у меня всего лишь пару пробников от Гермаклер, это доктор Джар, думавашка, блин, ну, что можно сказать за 3 мл, ну, умылась, окей, ничего специфического интересного я не почувствую, ну, так была штучка, использовала, чтобы не отдавать, не выбрасывать, ну, куда девать. И вот такой вот был аромат, аква кинзо парфюм, мне не понравился, ну, как, свежий цветочный мандарин лист малины магнолия. Он какой-то вот такой водный, и я не люблю свежие ароматы, водные я не люблю, и он какой-то такой, знаете, вроде в нем есть и какие-то цветы, но в нем есть вот прям вот вода, какая свежая нотка, мне этот свежий аромат вообще поташнивает, поэтому, ну, так, я делаю генеральную уборку, думаю, нанесла, думаю, все равно сейчас вот поубираю, пойду в душ, пока вот разнюхаю это все, дело. Честно говоря, я думала во время уборки не о том, как мне тяжело и хочется побыстрее все это закончить, а о том, как бы побыстрее побежать в душ, чтобы смыть этот запах. Ну, вот, как-то так. Девчинки, это все. Все мои баночки на этот раз. Надеюсь, вам было интересно. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.